Привет на роботоп! Новая 44-я часть редких сражений и сумасшедших битв животных, снятых на камеру, уже готова. Хищники в деле ждут вас. Начинаем! На искусственном водопое, которое находится на территории национального парка Эташа, установлены огни, чтобы люди могли наблюдать за животными. На этот раз удалось заснять агрессивное поведение большого самца-носорога. Мама-носорог пыталась защитить своего малыша, но предотвратить нападение ей не удалось. Злобный самец атаковал и подбросил малыша на забор. Люди кричали и пытались отпугнуть самца специальными огнями, но его было не остановить. Свидетели сообщили, что выжить малышу не удалось. Вы только посмотрите на выдержку этого охотничьего пса. Он еле себя сдерживает перед атакой, а его ноги трясутся очень смешно. На самом деле индейка не настоящая. Это просто приманка, и глупый песик скоро убедился в этом сам. Уникальное поведение шакалов можно увидеть только в Галагаде, ведь там у них начинается охота на птиц. Уникальная техника охоты заключается в том, чтобы незаметно подкрасться к птицам на пересохшем водопое. Отвлеченным водой птицам не всегда удается быстро среагировать, так что многие из них становятся для шакалов вкусным обедом. Люди на причале наблюдали за огромным тунцом и кормили его рыбой. Но произошел очень необычный и смешной момент. Брошенной рыбой соблазнилась чайка и тут же была проглочена тунцом. Похоже, что тунцу эта птица не пришлась по вкусу, и он почти сразу ее выплюнул. Чайка выжила и почти сразу улетела. Этот маленький слон потерялся, а он отошел от своей мамы слишком далеко и привлек внимание хищников. Малыш изо всех сил пытался убежать, но лев запрыгнул ему прямо на спину. Слоненок не сдавался и пытался бежать дальше, но вскоре силы начали его покидать. Он упал, а это в дикой природе равнозначно смерти. Вскоре подтянулись другие львы, а слоны на спасение так и не пришли. Этот лев спокойно поедал тушу буйвола, но его трапеза проходила на мелководье, поэтому запах быстро привлек крокодила. Между хищниками началась схватка, и никто не собирался уступать этот большой кусок мяса. Льву не удалось отпугнуть крокодила, так что они оба решили разделить трапезу на двоих и быстрее набить животы. Эта львица точно знала, где в траве лежит детеныш зебры. Она подкралась незамеченно и застала зебр в разплох. Атаковать и защищать малыша зебры не стали, так что львица спокойно уносит его для поедания. Дальше удачная охота тигра на оленя, который атаковал из густой травы. Олень попытался спастись в воде, но тигр догнал его очень быстро. Добыча в его клыках. Орел долго кружил над замерзшим озером, выбирая себе цель из нескольких уток. Когда добыча была определена, хищная птица атакует и на полной скорости врезается своими когтями в утку. Удерживая ее под водой, орел не спеша потащил ее к берегу, грибя по поверхности воды своими крыльями. Дальше невероятное сражение. Два крупных алабая, которые охраняли коров, были окружены пятью волками. Несмотря на численные преимущества, алабая вели себя очень храбро и не отступали, что сбивало волков с толку и они боялись атаковать этих собак. На укусы волков алабая тут же отвечали укусами в ответ. Волки очень быстро поняли, что не на тех нарвались и начали убегать. Собаки удачно защитили своих коров. Фотографу дикой природы удалось заснять невероятные кадры. Двое свирепых медведей сражались друг с другом в течение 10 минут. Видео сняты на Аляске, а у медведей явно настоящее сражение. Они злобно кусают друг друга, балансируя на задних лапах. Это борьба за доминирование в брачный период, и новичок уверенно украл господство на этой территории у местного самца. Леопарду удалось поймать малыша антилопы Неяла. Он прижал его к земле своими передними лапами, а малыш в это время отчаянно визжал, зовя на помощь свою маму. Взрослая антилопа все-таки прибежала на помощь, но как только леопард поднял на нее свой злобный взгляд, она с перепугу сразу исчезла. Малыша уже никто не спасет. Львы обнаружили стадо буйволов и уверенно атакуют. Стадо бросается в бегство, форсируя неглубокую реку, но уже на другом берегу в цепке когти львов попадает самый маленький буйволенок. На этот раз стадо не убежало. Самые взрослые и опытные быки бросились на защиту малыша и быстро отогнали львов. Буйволенок спасен. Охоту тигра на антилоп гну я вижу впервые. Чаще всего на них охотятся львы и леопарды. У тигров серьезное намерение. Они подкрались как можно ближе и начинается погоня. Поймать удалось почти сразу, а повалить и задушить добычу для таких мощных хищников не составило никакого труда. Во время засухи гиены, как и многие другие хищники, не против порыбачить. Для разнообразия съесть рыбу точно не помешает. Поймать скользкого сомика не так-то и просто, но у гиены все получилось. Следующий момент был заснят на Виргинских островах в США. Мангусты не обитали на этом острове, их сюда завезли, чтобы уничтожить крыс. Однако крысы выходят на охоту ночью, а мангусты охотятся днем. Так что страдать от мангустов стали бедные игуаны. Вот еще несколько похожих моментов. Охоты мангустов на игуан, которые повезло снять на камеру. Если вы досмотрели до конца, значит вам было интересно. Так что сейчас самое время нажать на колокол. Спасибо всем за просмотры и комментарии. До встречи в следующем видео. До встречи в следующем видео.